Без шансов для комментаторов и их камеры в студии, комментаторской студии, потому что здесь live, друзья, мы с Таффой по-прежнему на месте, команда Астралис на месте, никуда не убежала, будут отыгрывать. Ну что ж, начинается все с хорошего хедшота от Глейвана, Мэйни, Аплэнта и продолжается все-таки атака на эту точку, но теперь уже, да, в меньшинстве нужно выкручиваться, самое главное, что гранаты все остались на руках у атаки и, в принципе, почему бы и не попробовать перевернуть 4 в 5 этот раунд, но мы видим, что здесь уже 4 игрока и все под контролем Астралис, пока что. Под полным контролем Астралис, теперь уже точно можно сказать, ну и начало такое же, как и на первой карте, железная пистолетка, в принципе, да, и ничего вроде как не предвещает беды. Конфиг 1-4 остается после этого минуса по девайсу, но и в итоге... Ну это был фраг престижа для него. Да, его просто закрывают здесь со всех сторон и уже вряд ли отпустят с этой позиции, минус от Дюпри 1-0, ну и на своей карте уверенно начинает команда Астралис, вообще сейчас попытается, конечно, с жестким счетом в ответ перевернуть на вертига своих соперников и закончить все на Инферно, и мне кажется, вот в случае команды комплексити это, возможно, единственный шанс выиграть эту встречу, вот цепиться в эту вертигу. Ну да. Возможно, они, конечно, уделяют приятной игрой на Инферно, но это не точно. Ну это не точно, далеко не точно. Вообще, париматч нам, друзья, уже намекают, что 4.5 на комплексити, на вторую карту, ну, опять же, понимают также париматч, что все-таки на этой карте Астралис уже точно начнут действовать на 100% и включаться будут, несомненно, с первого раунда. Вот еще такая историческая, не знаю, как это назвать, историческая фиговина, наверное, даже так. Вот очень много команд уровнем ниже своих соперников на Дасте 2 обыгрывали команды, которые не должны были обыгрывать. Ну вот это что-то вроде того, что мы увидели. Я просто помню, ну, исторических таких нюансов очень много, особенно... Это раньше, там, на 3, на самом деле. Ну нет, и сейчас тоже на Даст 2, в принципе, ориентируются многие команды. У них удается там удивлять, да, они забирают эту карту усиленной команды, но потом вот как-то умудряются две не дотащить. Здесь, кстати, смотри, 4 в 4 сделали. Два красных осталось сейчас у атаки, и они все еще не знают, как будут доигрывать. Так, первый контакт здесь уже на Беу Дюпри, легко увидел бомбу, выбил ее. Ну, тут уже двое, да, и идеально связочка работает на базе Б. Не пришел, не успел, точнее, раз, добежать до бомбы, тут уже упали его тиммейты, последний уже вообще везде опоздал блэйм. Я понял, что два человека выходили, и это казалось действительно правильным действием, и с перспективой можно было открываться на плент. Но почему красные игроки выходили первые, а сотые где-то там респаун контролировали, вот вообще непонятно. Вроде первый там пропрыгнул, да, а второй вот не сделал никакой-то паузы, ничего просто его легко там забрали, хотя Дюпри уже... И вот в эти самые секунды, пока здесь разбирали этот выход, еще два человека... Направлялись только вот к лестнице. Ладно, смотрим за продолжением. Пока как-то все слишком легко для Астралии, вот вновь, когда на старте ДДАС со второго, там 5-0 в клам, пиу-пиу-пиу, разрываем, а уж потом мы увидели со второго оружейного раунда, чего стоит команда Комплексти за атаку. Возможно, сейчас мы то же самое увидим. Ну да, я опять же склоняюсь к тому, что это просто был ДАС-2, Аура ДАС-Т2. Ну и все правильно, хороший... ДАС-2, сыграй ДАС-2 два раза, и счет будет максимально разный. Ну и посмотрим, вообще, возможно, в этом году карта Вертига будет нас удивлять, и... Но все-таки все знают, что Астралии эту карту готовит, играют, играют неплохо, и, конечно, сейчас нужно показывать еще более крутую игру, чем на ДАС-Т2. Легкий зажим от Мэджиска, но здесь, вы понимаете, простой раунд для Астралии, 3-0. Возможно, даже будет простой первый оружейный, с счетом того, что в пистолетном какой-то стратегии готовые мы не увидели. Если там сравнить с ДАС-2, да, то там четко понимали игроки Комплексти во второй половине, что надо укрепить Б втроем, туда пойдут Датчаня. Датчане туда из Астралии сходили аж 3 раунда подряд. Что, в принципе, угадывалось с необычайной легкостью. Ну ладно, давайте смотреть, что приготовили, вообще, что это будет. Точка А, точка Б, быстрые либо медленные раунды, либо что-то, наоборот, суперсложное и тактическое в исполнении ребят из Комплексти. Все-таки приблизительно они понимали расклад по карту, могли хорошо подготовиться, опять же, демки посмотреть, все изучить игру соперника на 1000%. Вертига — это, на самом деле, плюс, как бы, в том плане, что, ну, много времени слишком прошло с последнего Вертигу у Астралис, и вряд ли там прям карта новая. О-о-о, девайс достал и скилл потерял. Центр вообще легко вскрыли. Посмотрите, уже на бетом вот-вот залетит команда. Как-то все пока очень просто для атаки. На бе... Тут даже упора не было. Услышали, скоуп, раш! Вот эта связочка сработала опять. Только на этот раз у атаки, и можно моментально, да, через окно пытаться переместиться на противоположный план, чем мы воспользовались в Комплексти. Эта дырка в защите позволила им оказаться на базе Б, но... Конфиг просто развернулся и побежал. Слушай, а как вообще с Мэджиской? Нормальный тебе, нормальный чел? Просто в соло разобрался сейчас с этим заносом бомбы. Там вообще Конфиг не мог найти позицию. Он стал, ты видел, тут здесь вот под бортиком, там что-то смотрел, его увидел Мэджиск, прогнал его, начал убегать в спину, забрал следующего. И один на один! Нет, количество здоровья в итоге стало решающим фактором. Ну, на истрай для Глэйва Мэджиск точно мог, на самом деле, еще и выживать, но чуть-чуть напрягся, и в итоге это было лишнее действие. Так, смотрим здесь, да, как же Девайс там стрял. Поймал флешку еще, да, шикарно, быстрая молниеносная атака от Комплексти. Первое оружейное раунд парни забирают, но этого мало, нужно еще один. Нужно душить сразу экономику Астралис, забирать инициативу себе. И опять же понимать, что и здесь вы можете обыграть оппонентов Джейсон Лейк на ваших экранах. Слушай, он может претендовать на главную роль в фильме Бэтмен. Вот как раз сейчас выйдет еще один Бэтмен, да, и вот на следующего уже можно будет смело. А Робином будет Блейм. Вот это будет парочка. Ну что же, техническая пауза. Надеюсь, что это ненадолго, все-таки без нее никуда. Ну и посмотрим, вообще у кого что случилось. Нам показывают команду Астралис, но вроде бы там, да, все готовы, все в гарнитурах, все хорошо у Астралис. А вот что там у комплекстики? Нам пока тренера показали. Кстати, спрашивали, вот ребята писали мне либо в Твиттер, либо в Инстаграм, а можно ли как-то сделать, чтобы вот англоязычных комментаторов не было слышно. Но, друзья, тогда мы и зрителей не будем слышать. И вообще ничего не будем слышать, да. Не, ну мы можем, возможно, в Твери зайти на Гоу ТВ и просто вот смотреть оттуда КС, но это будет без вообще каких-либо звуков со студией, наверное. Иными словами, без понтова. И это нельзя сделать, кстати, к слову, просто скажу. Так, все, матч будет продолжаться. Ну и нежданно-негаданно команда комплексти забирает свой первый оружейный аркады через центр карты, что, в принципе, стало гигантской сложностью, где ребята застрялись. Уже АВП, Девайс, Девайс, Девайс. Два игрока поджима база, один человек поджал базу Б, оба. И вот так вот Глэйв приходит к своему оппоненту, который чуть-чуть сдержался на респауне, пока оформлял раскидочку. 4 в 4 сделали благодаря Девайсу на центре, ну и, точнее, в мидле. Ну и, в общем-то, продолжает стоять в агрессивной позиции Девайс. Возможно, сейчас еще один минус найдет. Да, уже увидел, что его чекают. Ну что, еще один прыжочек, и ты готов? Нет, не будет никто больше прыгать. Не стал прыгать, да, понял, что снайпер там просто не уйдет. Его, в итоге, на рогах придется выключать. Но атака пока что так и не приняла финального решения о том, куда же пойдет месть. Поэтому просто контроль своей части карты. Ближайшие еще секунд 20 мы точно увидим. Так медно двигаются в направлении центра. Размен хороший, 2 к 1 в мидле. Ну и там Позин, кстати, играет против Девайсу. Он-то знает, как нужно действовать против снайпера. 3-2, ситуация просто шикарная. Нашли Дюбрил, он с деглом, просто нужно убить Дюбрил. Но он ушел, да, еще и дым оставят после себя на БМН, что, в принципе, усложнит задачу. Мутится в смок. Ой-ой-ой. Слышит Рилат, он слышит то, что уже здесь точно не один игрок. И пытается как-то выжить, мансует. Его пощупали еще разочек. Ключевой эпизод для Дюбри. Его пытаются искать в дымах. Дюбри. Ну, есть, хорошо, а дальше? Ну, здесь шикарно. С окна приходит Девайс, не дает разменять своего тиммейта. И тут команда Комплексити не то чтобы не доигрывает, а они вообще какую-то другую ситуацию разыгрывали. Вообще никто ничего не контролировал. Могли просто постоять в смок пошить. Время было кучей. Никто их не заставлял бежать за дым, напрягаться. Тут как-то можно было просто подождать, убить Дюбри и закончить раунд. Но оба. Один-два. И теперь уже, да, один-на-один против Девайса. Но Девайс знает его местоположение. Вопрос в том, будет ли позиция удобна по стрельбе. И вид соперника первым. Да, попадает. Ну, доволен оба. Обнимал Джейсон Лейк после первой карты молодого американца. Важный клатч, кстати, для него и для его команды. И не первый, да. В этом было три. На предыдущей карте он тоже хорошо тащил. И тащил раунды в меньшинстве. И, в общем-то, когда ваш 17-летний игрок так собран, то ты обязан играть хорошо. Тут уже, в общем-то, у датчан все получилось. Они уже поверили, что раунд за ними. Но вот он молодой талант из Северной Америки устроил любопытный результат. Всем нам, да, Дюбри удивляется. Рады, рады. Конечно же рады, друзья. Тут ни на слов опять. Ну, тут да, можно 10-часовую версию с Джейсоном делать. Так, тут уже размен. Ипода плентом. Конфикс налетает на точку. Кзипикс. Это скаут. Это не какая-то проблема для атаки. И, да, придется отступить вглубь плента. И вот вопрос, играет ли Диггл. Ну, позиции атака все равно свои получит. Семент занят. По идее, у них все здорово. Осталось только оставшиеся гранатские штатозапазы и реализовать. Там есть два молотовых. Там есть два дыма. Короче, для установки бомбы более чем достаточные здесь комплекты. И... Конфик понимает, что его контролят. Вот только при сане сразу получит по голове. Поэтому он первым номером здесь не должен начинать эту атаку. Тут плюс граната. Тиммейтов должны быть. Ну, и важная ситуация в шарте. Вот если еще... О, встал Конфик. Сразу же Скалиб сняли. Ну, и Пойзен. Оу, наваливает Мэджист. Мэджист. Нет, Блэйм разменял. Но это все фармилка. И оба выходят в рукав. Находят там Дюпри. Забирают его. И... Два в два. Два в два, да. Два в два, да. И, ребят, 43-53. Вот сейчас, наверное... Сейчас, наверное, как Фолин было бы сыграть максимально результативно. То есть на топать, сделать вид, что ушел, но остаться. Но посмотри, чем это дело заканчивается. Нету минуса. Да, но они не успевают прийти на точку так, чтобы ее занять. И при этом получить какую-либо информацию. Все это встречает Зибник, который с шестью процентами здоровья успел промутиться на девяносто. Будет оставаться на углу до последнего. Он фланшотит любую часть, грубо говоря, по-моему. Ну, и его просто... Да ладно! Спалил оба. И один на один. Оба вновь остается. Да ладно! Оба! Берет этот раунд! Вот это грязь! Как же хороши комплексы на самом-то деле в этих эпизодах. Датская команда просто была сейчас, не знаю, потушена. Ну что, 8-4, АДР-92. Но самое главное, это два клача от Молотова. И он просто зевает сидит. А нам покажут этот коктейль. Подожди, я хочу увидеть этот коктейль. Как он залетел. Вот так вот. Просто... На всякие случаи. Как же жестко сыграно, конечно. Да, он сам, наверное, не ожидал, что спалит с аферников. Так вообще, у комплексы интересная ситуация. Три таких огненных игрока. И два таких вообще спокойных, которые не кричат. Оба и поезда. Ну смотри, коэффициент уже 3-0-5. Как бы начинает поджимать немножечко сейчас. Приматч готов передумать. Но все еще верит в Астралис. На самом деле, может, просто Астралис хотят начать год с победы над Нави. Вот я думаю об этом. Может быть. Наклевывается у меня эта мысль. Ну, знаете, так вот еще чуть-чуть. А может, это та самая важнейшая победа над Астралис будет у Нави. Завтрашнем игровом. Может, они просто Москву на Бласт хотят. Сегодня еще справятся и завтра еще с Виталити. С учетом того, что они очень много Бластов пропустили в прошлом году, то в этом году и на Бласт попасть сложнее. И чтобы попасть туда сразу, нужно, несомненно, здесь выходить с группы и не париться. Без потерь. Да, 4-3 и вторая попытка сыграть, ну, вернее, уже, да, вторая попытка сыграть еще один оружейный сейчас будет от команды Астралис. Ну, и Комплексити просто красавчики, конечно. Хорошее настроение, поймали, отличная игра. Какой тайминг тут подловил. И момент, поизон, еще и с прострелом, ну, просто. Это говорит о том, это было все, конечно, шикарно. Говорит о том, что с ВП он тут тоже может очень много проблем создавать Девайсу и вообще любому снайперу, который будет играть против него. Ну, и важнейший оружейный раунд для Астралис. Два авика Дюбри и Девайс. Вот сегодня Комплексити, знаешь, хороши, но я реально сомневаюсь, что два раза подряд им удастся обыграть команду Астралис. Вот сейчас и разберемся. О-о-о-о! Николай Ридц. Только что про поизон, ответ от Дюбри по конфигу. Ну, вот где убил? Где убили конфига? Медле. Блейф оба. Нельзя отпускать Блейм. А, вот. Отпускает Блейфа, приходит еще один. Не, ну это просто увольнение, увольнение, друзья. Гранаты наказали Блейма. Два в три ситуации. Это оба, жаль. И, опять же, очень четко вычисляют Астралис в этом раунде весь мувмент их соперника. Ну, и поизон здесь, естественно, бессилен. Дюбри очень много хорошей работы сделал с АВП. Просто красавчик. Астралис вытягивает раунд, но борьба продолжается. Экономика присутствует у атаки. И, в принципе, берут они следующий раунд, они переворачивают вновь. И забирают себе инициативу. Вот они, хедшоты от поизона. Здесь вообще фантастика будет. Да, тут реально наводочка шикарная. Ну, не гранатка бы туда. Ситуация была бы максимально страшная для Астралис. Но именно эта гранатка и позволила... Ну, дала свободу в действиях, как бы, дальше, да. И можно было бы спокойно заканчивать. Ну, что же, быстрый выход на центр. Пытаются Раша запустить. Но, опять же, в ответ тоже действительно серьезная агрессия в исполнении игроков обороны. Так отправляют Глейва. Гзибник сжигает конфига. Ну, и дальше Астралис без шансов отрабатывают на стрельбе по своим оппонентам. Подловив их действительно в неудобном тайминге. Да, в агрессивном стиле пока не получается здесь проходить у комплексити. Вот это то, что мы видели на первой неделе Бласта с тобой. Вот такое же вертига. Такая же абсолютно идентичная игра у коллективов. Ну, первую неделю мы вообще видели, как Тако тут устраивал врывы. Тако Стюи, да. Тако Стюи – это заруба группа А. То есть Тако ходил за Стюи каждый раунд. И, по-моему, там 10-0 было, что ли. 7-1, я помню, переиграл Тако вот здесь вот на мейне за атаку. Ходил и просто убивал Стюи каждый раунд. Там просто дело в том, что во второй половине это продолжилось. И на следующей карте потом продолжилось. Ну что ж, по-моему, пауза сейчас будет от какой-то из команд. Мы слышали сообщения в чат. Зоник вообще немножечко, мне кажется, недоволен. Надо на самом деле успокоиться комплексити. Надо им успокоиться. Побежали уже парни. Вот пара быстрых моментов получилась. Вернее, даже не то, что быстрые моменты в начале раунда получились. Там где-то ошиблись датчане. И на этих скоростях было удобно вписаться в позиции обороны. И с ними расправиться. И гранат мало. И пистолеты, и против оружейного раунда тоже был такой эпизод. Но вот дальше уже как-то откровенно говоря, комплексити разогнавшись, не смогли найти в себе сил сконцентрироваться еще разочек и просто продолжить играть аккуратно. Даже оружейный, помнишь, скаут был, там полудевайсы, там по две гранатки. И вот сейчас уже во все гранаты, во все оружия Астралис просто вышли на этот блок. Ну да, первая разведка боем для комплексити. Парочка найсов и эмоций. Вот она, Джейсон Кам. Это Джейсон, друзья. Знакомьтесь. Две тысячи на счету. Форса не будет. Может, кто-то позволит себе дигл. Вот конфиг, например. Его любимый пистолет 100%. И париматч уже дает четверку на победу комплексити. То есть там буквально чуть меньше от прошлого коэффициента. Не верю, говорит париматч. 1.22 на Астралис. Ну окей. Ну что же, Раш пробежался по молнику. Отметит сейчас быстро. Нет. Ну тут Мэджиск справится. Ой, ой, что это за магия? Два, три лица просят. Три, даже четыре, да. Четыре раза попали. Нет, три раза попали по лицу Мэджиска. Но он в итоге все это время умудрялся попадать в ответ. Максимально точно. Четыре фрага от Мэджиска. Ну как по-прежнему так еще. Вот все в игре ребята из команды Астралис понимают, что здесь могут быть проблемы. Можно вообще сейчас против Na'Vi матча завтра оказаться. Ну и давайте смотреть, что будет дальше. Пока все неплохо для Астралии. Шестой раунд набирают они в обороне. Но возможно, опять же, соперник выиграет стартом. Получит первые три раунда. Также в защите. И как-то там подбивается. Пока этот человек не гарантирует победу. Попадает Дюпри. Ну, это обидно, конечно, что не сделал минуса. Ну, атака после этого понимает, что, возможно, она рвалась на солидные укрепления. Поэтому торопиться ребята не будут. Пытаются сразу ловить окно. Понимают, что соперник после такого... Ой, 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 ой. Ну и они стоят. Они ничего не делают. Вот опять какое-то решение приняли. Возможно, попробуют сейчас сыграть на А, но на, посмотри, там смерть позиций. Девайс в этом коридоре засел и копался, причем плотно. Так, ну давайте смотреть. И если что, будет размяна с Гипникса. Идет проверка позиций. Девайс услышал. Да, Ланфу. К Гипниксу. Тут карт-бланш, на самом деле, для Девайса можно забирать. Но могут и проверить. Наводочка. Попадание в голову не исключено. Почему-то полез дальше раз воевать. Конфиг разменял. Я думал, он просто стрейфанется. Прострелил. Ну и в итоге пробует рукав сейчас разыграть под базу. А там уже два игрока обороны. Сами идут его проверять. И вот она не самая приятная перестрелка. Дальше Мэджис. Бину пушит. Он уже продавил оба. Бомба там еще валяется. Кстати, там Глэйва можно забрать. Глэйв выбил бомбу. Все. Да, здесь Пойзон приплыл. Ну, в общем, по-моему, мы с тобой четыре быстро случайных раунда посмотрели от комплексити. А дальше, в принципе, все то же самое, что и у команды. У любой команды из Северной Америки. Ну да, перехватывают инициативу. Здесь явно ребята из Астралис набирают очередной раунд за защиту. Ну и, в общем-то, тут уже нужно делать выводы комплексити. Может, паузу сейчас вот все-таки взять, обсудить, что делать дальше. Потому что вот на подоплент они не могут даже подойти. Ни быстро, ни медленно. Это, конечно, серьезная проблема. Ну и главное, да, что с деньгами. 3-200, 3. Ну что же, 2К сейчас разыграют ребята с Дезерт Иглами. Восьмой раунд для Астралис. Плюс деньги, скорее всего, еще. Ну и да-да-да, все идет к карте Инферно. Ну и, к сожалению, пока что вот только вот какие-то 4 раунда, да, забрали комплексити. Появилась интрига. Но потом все это быстро выбивают Астралис, техническая пауза. Ну реально мало пока что что-то делового нам показали комплексити. Стабильная техническая пауза появляется в каждом матче. В каждой группе, я тем больше скажу. Еще третья игровая неделя впереди. Это третья группа. Напомню вам, что всего три группы. Ну такая, чтобы быстро... Вы можете ознакомиться с ними на Хилтворге. В том самом маленьком доме каунтер-страйка. Соревновательного каунтер-страйка. Так, ну и вновь та же самая оборона через Молотов на рамп на базу А. Два человека на базе. Ага, нет. Тут даже про центр карты даже не забыли. Ну как и в прошлом раунде, да. Там острее защиты работает Дюпри. Правда сейчас его в мидл. Да, выставили. И вот он ждет, ждет, ждет своих оппонентов. Ну что, еще одна попытка будет, возможно, в исполнении Раша проверить центр. Не, вряд ли пойдет. Без флажки здесь. Мертвый номер. Реально это мертвый номер без флажки. У него есть смок. У конфига есть смок. И вот как-то через два смока нужно отыгрывать раунд. Хотят опять ворваться. Да, они опять хотят ворваться в центр и пропушить, что мы видели на одном из оружейных. Но дымчик. Но на этот раз позиций предсказуемых нету. Сыграли в размен. И конфиг дают все-таки фраги с Деглоб. Вот здесь, если бы оба залепил Глэйву, возможно, бы даже появился шанс взять этот раунд. Пока вроде 3 в 3, но мы-то понимаем, что это просто время. Хотя вот М-ка, подождите, М-ка у Блейма есть. Хорошая флэшка. Выпад на оба. Без шансов для молодого. Попытка убить игрока в окне. И Блейм в итоге также пытается разменять своего тиммейта. И все это против опорника Базб. Короче. Ничего не придумали, ребята, из комплексти. Ну и вот очередной вопрос очередного вооруженного раунда. Как подойти к точке А, не потеряв при этом игроков и не оказавшись в меньшинстве? Потерять-то, конечно, можно, но при этом надо еще убивать. То есть играть по размену, хотя бы в равном количестве. Правильное решение надо убивать, но правильно. Итак, париматч продолжает менять немножко коэффициенты. 7 на комплексти после серии из 5 раундов минимум от Астралис. Ну и, в общем-то, смотрим, как попытаются выйти на центр на этот раз. Ребята, Бойзен тут с ОВП летит первым номером. Да, имидж этой карты еще такой, что, значит, за атаку больше раундов брали некоторые коллективы. Вообще, в целом, на 8-7 здесь увидеть половину было бы реально так. Пытаются найти сразу только на лбу. Там очень плотно закинули гранаты. Но, опять же, игроки обороны пока без ошибок стоят. Оу, хорошо проверил Пойзен, красавчик. Очень важный минус. 4 в 5 ситуация для Астралиса. Давайте посмотрим, Девайс придет на помощь и оставят нам Дюпри в соло с авиком на лестнице. Ну, на осмотре оборону поменяли, одного потеряв, сразу же выстроили ее так, что укрепление может быть очень быстрое на базе Б. Но все-таки оставшийся экзипник замечает рампе. Это информация. И, по идее, все, третий уже стягивается к Астралис на точку. Ну, будет очень тяжело сейчас выходить дальше игрокам атаки. Они, опять же, позиции... Не знаю, отмечу, что они молотовых очень мало использовали на позиции в Апленте. Часто как раз из-за этого обороны был перевес. Минус в рукаве. Да они здесь там вообще оказались на Апленте только вот в форс-раунде, а так их и не подпускали потом к точкам. Ну, 2 в 3 ситуация. Попытка разменяться сейчас. Попытка сыграть в размен с рукава. По-другому назвать. Ну, что, Пойзон вновь должен принести сейчас какую-то суперпользу. И, да, он нашел эту голову Мэриска и идет убивать дальше. Да ладно, Пойзон... Еще одного забирает. Дальше падает дым. И Дюпри в итоге остается последней. У Дюпри АВП хуже, короче, ситуации здесь и не придумаешь. Ты не мобилен. Ты 2 в 1. И ты еще из-за дыма не понимаешь, как они, возможно, встали. И против двух молодых. Слушай, ну, раунд, который должны были забирать Астралис. Благодаря Пойзону достается вот этой вот парочке. Кстати, классное решение играть контакт через АВИ. Возможно, именно... Ну, и Пойзон здесь, да, отштопал просто на весь раунд. Пойзон вообще сразу нам показал еще, вот в своем моменте, как у него скаут был. Даже коллаж был в руках, как он против девайса вот монсовался. Прятался, было видно, что он прекрасно понимает. Потом со скаута он нам показал пару четких моментов. А в этом раунде СВП тут устроил казнь. Вот он первый минус. Ну и дальше. Самое интересное, что оба вот в концовке этого раунда, скорее всего, такой думают, зачем тебе я вообще остался жив? Да иди и убивай. На самом деле, отличная страховка получилась. Пойзон привлек максимум внимания. И любой какой-то спланированный врыв на него вдвоем моментально будет наказывался оба. Вот, шикарно, шикарно, Пойзон. Ну, великолепно. Таких раундов еще нужно много-много. Вот на 8-7 нужно попытаться сыграть хотя бы, потому что и потом вырывать еще первые раунды с пистолетами, не отдавать форзы. Желательно брать первооружейный. Только так можно выиграть карту Вертига сейчас ребятам из команды Комплексити. Все очень сложно, несмотря на то, что они взяли раунд с стараниями Пойзона. У Астралис еще были деньги и вновь 2 АВП, 3 М-ки, хорошие гранаты. С арморчиками действуют. Датчане там всего лишь 2 каски, не хватило Мэриску и Девайсу. Ну и давайте посмотрим вновь, возможно, что-то быстрое будут разыгрывать. Но нет, Пойзон вновь выходит под точку А. Не, реально, зачем им действовать быстро? Они уже погорячились один раз, они уже не хотят ту же самую ошибку допускать. И потом все это превращается в серию. Оба, ну вот он, вот он. Глейв туда обманул молодого, вообще без шансов. Но на самом деле уже третий раз я в этой половине вижу похожую ситуацию, где оба умирают от Глейва, когда тот сыграл агрессию. Надо, да, уже капитану колить. Тиммейта, возможно, просто ему там не хватает. Да, или играть вдвоем, либо аккуратнее. На деле то, что минус там проходит, это ничего страшного. Вот то, что не проходит размена от атаки, это уже вопрос к тому, готовы ли вы. Ну и там вряд ли. И отправляться с этим. Вот знаешь, сейчас был Глейв, даже если бы забирали Глейва, скорее всего, на размен бы кто-то вышел сверху, там были близкие игроки. Ну, смотрим. Забирают центр, точнее, мейн опять же, подбираются к точке А. И вот вопрос, сыграет ли еще раз так успешно и классно поизон с ВП, вот сможет ли найти сейчас эти фраги. Ну да, с учетом того, что игроки защиты по-другому сели. И снайпер встречает первую роль. Два человека играют против рукава, короче, ну я не знаю, тут защита смерти просто в этом раунде от датского коллектива. И уже четыре человека на базе А. Они уже спину смотрят. Посмотрим на фотку Дюпри и на базу Б, он реально доволен собой должен быть. Ну да. Там все хорошо. Там все просто прекрасно, ну что пошел Molotov Plank, X-X получил флешку, Мэджинку прошел, раш, хорошо, 4-4. Тут Молен и X-X, он красный, залетает флешка в плент, разыгрывается выход, X-X. А как? Вы не проверили, непонятно, флешек слишком много. И это уже 3 в 3 эпизод, который перерастает плавно в 3-2. Атака еле-еле успевает раскинуть дымы. Да, был там просвет. А как? О, я-я-яй! Сейчас одного снайпера и второго могут забрать, какая хорошая позиция. Хорошая позиция, но Дюпри моментально пикает, Глэйв окружает все поизону здесь. Не остаться в живых ни при каких обстоятельствах. Короче, передушили Астралис. Первых оппонентов на этом заходе. И максимально важные фраги сделали. Особенно вот по игроку, который пытался пикнуть на нежданчик. Вот он лежит слева. Если честно, вот если бы X-X не сделал бы этот вот минус свой первый в этой фантастической ситуации, когда он поймал флешку и ушел за стенку, то кто его знает, опять же, как бы закончился этот раунд, большинство атаки не могли рискнуть здесь просто разменом протушить. Вот фраг по конфигу был действительно внушающий. Ну и дальше уже понятно, чем должно было все закончиться. Слушайте, ну Джейсона, наверное, врача вызовут уже вот через пару раундов. Джейсона, это первая игра в году на лане. Подозреваю вообще. Ты вообще хочешь жить или нет? Вот так же переживать, дружище, это очень тяжело. Так, ну что, в D3 не получилось. Найти эндрикил, отбрасывает ХЕшку неплохо. Там должен был покусать. Ну это какая-то рейдж-агрессия вообще сейчас в направлении базы Б. Но и Дачан это спровоцировал сыграть красиво и эффектно. Их наказали, да? Сыграли-то вроде и красиво, да, хотели сыграть. Но в итоге просто один и второй отлетает. Тут уже на уверенность уходит конфиг. Шикарно попадает. Я уже думал, он решил. Ты тоже подумал, что он решил красиво закончиться? Он нормальный, пацаны, 5 в 2, я пошел. Это еще не все, 4 в 2. Вот теперь уже можно сказать, что все, Девайс последний. Вот он пошел. Ухожу красиво, говорит Девайс. Красиво уходит из этой половины. Не дам я вам деньги за фраг по мне. Как тебе такое, Петрик? Ты видишь, вот это фишка от топ-игрока. Ну ладно, упало, ничего страшного пока что для вас. Хайлайты, друзья. Ну мое впечатление по половине, если вам правда интересно. Ну я не впечатлен в комплексе. Мне кажется, что Астралис должны здесь сводить все на третью решающую карту. Но я буду рад ошибиться. И мой кошелек будет рад ошибиться. Мы видели по стрельбе, вот знаешь, на контактах, вот Blame великолепно отыгрывает, Rush великолепно отыгрывает. Знаешь, там оба, что творит. Вообще все очень уверенно себя чувствуют в перестрелках и может быть у них пойдет еще защита. Посмотрим. Друзья, ну и абонементы на финал в Москве появились в продаже. Переходите по ссылке в баннере с Симплом, Зайву и Девайсом. И занимай лучшие места первым. Вот так вот. После 16 февраля, кстати, будет повышение цен на них. Так что лучше дай. Кто хочет потратить деньги и оказаться на власти. Хорошая цена до 17 февраля. Еще 10 дней. Ну, либо потом пишите Сопову, дай билет. Мне, кстати, на этот бласт московский писали очень много людей. Особенно я удивился, что в большинстве это были как раз-таки игроки, которые предпочитают, наоборот, дома почилить, посмотреть. Согласен. Мне тоже много людей написало. Все, что мог. Раздал. У нас там было, да, билетов не особо много. Но все, что было, я тоже раздал. Так что если у меня, может, что-то будет для вас разыграть когда-нибудь уже перед самим Ланом, я с радостью это сделаю. А пока у нас все еще пауза. Еще раз привет, чат. Вообще, я смотрю, у нас для столь позднего часа уже 28 тысяч зрителей на трансляции. Здравствуйте, друзья. Спасибо большое, что с нами. Еще раз. Ну и не забывайте, если что, подписаться на ваших комментаторов. Слэм Тафа, SL4MTV, Тафа ТВ, Твиттер, Инстаграм. Если можно, поддержите. Тут спрашивают все еще, кто это Джейсон. Так, друзья, сейчас это директор команды комплекс. Его можно назвать директором, не знаю, главным акционером, владельцем. Это тег его жизни. Этот человек не одну команду в Counter-Strike приводил к чемпионству. И этот человек сделал очень много для вообще развития Counter-Strike как дисциплины в те годы. Да, но единственное, что все это в один момент вылилось боком. Но сейчас для него и для его организации начинается новая эпоха. Комбэк в КС. И очень-очень внушительный состав, который внушает доверие. Видно, что они работают над собой. И понятно, что то, что мы видим сейчас, это не потолок этого коллектива. Джейсон просто слишком рано, видимо, все начал развивать в свое время. Ну и вот он сейчас решил, ну ладно, сейчас точно получится. И не забываем, что именно в Америке, в США комплексити был всегда легендарный тег в КСе. Если вот так взять историю, и вот он попытается его реанимировать. И в принципе с таким составом, с таким началом все может и получиться у этих ребят. Но нужно, конечно, проделать огромный объем работы всем. И менеджменту, и игрокам, и фанатам, чтобы все это получилось так, как, например, это получилось в прошлом году у ребят из команды Astralis. Известно там, что они действительно внушительные средства тратили на создание команды, поэтому, я думаю, там все в порядке. Можно у Хаоса узнать там точно детали сделки с Блеймом. Да, это же он Блейму впарил. Ну забрали там больше, да, но такого топового игрока, который начал очень много пользы приносить команде. Ну и Блейм растет, да, Блейм вообще в этом году может появиться там шикарно в топ-20, в общем-то, ворваться с ноги, если, опять же, команда заиграет. Очень много, конечно, зависит от коллектива, все-таки КС это не дуэльная дисциплина. Друзья, хотите дуэли играйте, не знаю, в Quake, там, во что-нибудь еще. Здесь командная работа, и каждый должен делать свою часть работы. Иногда нужно помочь своему тиммейту, поддержать. Но вы все прекрасно знаете, это очень непростая дисциплина. Да любая командная дисциплина, это очень непросто. Хотя и дуэли тоже. Игорь, ты скучаешь за Quake'ом? Да, очень. Вот без дуэлей вообще как-то шутеры не хватает. Я вот тоже жду что-нибудь, вот может какой-то новый там и дуэльный шутер сделают. Да там они делали-делали, короче, там такого наделали, что просто ужас произошел там. Раньше все кейсеры параллельно еще поигрывали в Quake, чтобы там, не знаю, АИМчик порезть, наводочка. Хотя многие говорили, там разная эссенса. Да и вообще игра, ну да, эссенса вообще максимально разная. В Quake'е никак в Каэсе. Но сейчас, опять же, в Каэсе есть такие ребята, у которых эссенса побольше, чем у квейкеров раньше. Ну да, в Quake'е просто есть еще фактор руки, а вот в Каэсе... Ноги? Такого фактора нет. Ладно, попытка быстро занять мейн получается. Подошли по точку апп, всем составам ребята из Астралис. Короче, в Каэсе очень важный момент стрельбы. Он, конечно, не основной, но если все в совокупности у тебя работает, но ты не попал, то, может быть, и игру ты тоже проиграешь. Так что попытка принять выход на базу А. Ну тут, на самом деле, очень жестко датчане подобрались. И парным взаимодействием просто шокирует сейчас опорников база А. Скидали гранатами. Да, защита как-то зажалась вглубь лента. Ну, по-моему, потихонечку, так как вертига, славно переходим, но посмотрим. Четыре в четыре сделали. Тут сейчас все, опять же, конфи, Жек, ой-ой-ой, так хорошо заходил со спины, так хорошо казалось. И смотри, вот она позиция у Глэйва. Могут проверить. Ну, проверили так, видели. Смотрели первую игровую неделю, дали блэйм. Закрывает Раш, дело уже. Дефьюз китыш у тебя. Ну же. Да как так? Где бейкс, переворот такой? Один другому просто попал по голове здесь дефьюз бомбы до последнего. Ну, меньше половины секунды. А что ж Раш-то не стал дефать? Время-то было, куча. Да, он с дефьюз китами, в итоге попытался драться первый, к нему пришел тиммейт, начал стрелять по сопернику, попал своему тиммейту в голову, и это все закончилось провальным даблом для обороны. И это, ну, вот-вот-вот, вот это как так? Это вообще магия какая-то. И дежавю в конце, да, как и на Дасте, Раш вот в ситуации один на один немного потерялся. Улыбнулся как, а? Вот помнишь на Дасте, когда у Раши закончились патроны, и он там начал искать пистолет на полу в ситуации один на один. И вот здесь тоже какой-то вот у него сбой системы, к сожалению, произошел. А здесь у него деф-киты, то есть по факту они могли на размене, одновременно разминировать, драться и выиграть раунд, но... Ну, найс, трай, была близко. Блейм попытается выиграть форс-раунд после такого, пошел первый минус. Залепили 77, правда, Блейму тоже достало 17% здоровья. Смок от защиты, Хаешка хорошая по 3, по 2 игроков. Хотя, если бы чуть-чуть ближе упало, было бы, конечно, намного больше урона. Но и так, неплохо большинство за защитой. Минута 18 есть в распоряжении команды Астралис. Юмпик и 2 МАК-10. Да и с Гэшка вот единственное тут серьезное орудие. Так, ну и холд продолжается. Оборона почему-то не до конца уверена в выборе база. Как основной целью для атаки в этом раунде. И 2 человека на Б, конфиг. Все, да, конфиг идет со спины. Спина, конечно, смотрится, но... Рано или поздно одному игроку на упадение придется перетянуться к своим тиммейтам, чтобы адекватно как бы сыграть на точке. Так, ну вот пришел конфиг 4. 44 секунды. Оба даже идут... А, он, наверное, к мидлу просто перестраивается. Мне сказали, видимо, смотри, все-таки лестницу. Ну, да-да-да, типа оставайся. Здесь идет уже проверка рукава. Сразу же находит Гзипникса. Ешечка. 45. Он от нее ушел. Ну и начинается выход. Датчане взорвали Блейма. Там красный уже Глейв. На самом деле у них отличные шансы на заход, но прилетает граната. Атоба! Трехочковая. И дальше идет переворот. 10-7. Поизон со скаута дал дамаги. Оба накрыл сверху просто гранатой. Да-да-да, вот больше эмоций. Я вижу, что эти эмоции позитивные дают дополнительные силы. Адреналин, это уже адреналин, это уже чистейший кайф от командного взаимодействия. И, конечно, да, в такие моменты всегда приятно наблюдать за эмоциями команды. Вау, 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 да. Так что... Так, кстати, еще ребята... Смотрим дальше. 10-7, три раунда разницы, и датская команда решила здесь немного... Просили послушать, да, димспик. Многие ребята... Ну, они говорят что-то про стак. Это нам сейчас Астралис, как я понял, включили, нет? Так я до конца не понял. Либо это датчане между собой уже там... Ну, я одно слово на английском услышал, если что. Ну, ладно, попробуем потом еще послушать. Пока что мы смотрим, как здесь конфиг принимает. Размен от Глеева. Ситуация опасная. 2 в 3. Ну, можно такое еще перевернуть в защите. У них есть СГ-шка, М-ка. И все, в принципе, для того, чтобы сейчас пристрелять своих соперников. Попытка поставить бомбу. Молотов, плент. Мы ждем оба на помощь. Есть минус от Блейма важнейший. 2 в 2 ситуация. Что по гранатам? Есть дым. Есть одна гранатка, есть дым. Но бомба стоит по дефолту, поэтому игроков атаки будет возможно, если ее там и издалека, или как-то по-хитрому перекрыть ее попытку разминирования. Так что надо пикнуть и послушать, где они там выбегают. Пошел рукав. Ну, видимо, да. Видимо, опять же, на пике все закончится. 2 в 1. Пошел рукав. Рукав выходит. Кзипникс. Ну что, Клащ-министр? Нет, нет. В деле? Нет, не в деле. Блейм его прочитал. Спокойно победил в этом раунде. Ну, удивительно, что Астралец хоть бомбу смогли занести, потому что вначале казалось, что они даже до плента не дойдут, если будут продолжать атаку на точку А. Ну что же, важный форс. Очень важный. Вытащили комплексити. И вот сейчас главное в ответ ничего не отдать. Продолжить серию. И у нас интрига остается на карте Вертига. Последние шансы комплексити зацепиться за игру. Наблюдаем прямо сейчас. Ой, конечно же, вот со следующего, точнее, первого оружейного, второй половины выдыхает. Блейм, да. Дотащили, дотащили. Ты лучше расскажи, как это там в пятюне после Блейма. Да-да-да, кто-то выложил сумасшедший твит. В общем-то, рентген руки, который, я не знаю, который танк переехал и пальцы в разные стороны. Да-да-да, и написано, это оба после пятюня с Блеймом и Конфигом. Не-не-не, это оба и Конфиг после пятюня с Блеймом. Ну, они слева-справа, видимо, сидят. Да, или как-то так. Ну, и коэффициенты от пари-матча вы только что видели. Там уже четверочка. Ну, ниже, по-моему, там до трех и пяти только мы видели, чтобы падал кэфф. Так, колл забирает еще один раунд. И вот она и изюминка, друзья, этой второй карты. Будет ли тот самый переломный момент, который заставит команду Астралия состановиться. И, во-первых, взять паузу. Во-вторых, подумать о планах в атаке, так как боеготовность колл, может, была на первых раундах не самой приятной. Но потом они перевернули с форса и пока что продолжают двигаться в правильном направлении. Комплексити, подумайте о здоровье Джейсона. Лучше, может, не надо выигрывать эту карту. Потом Джейсон просто от счастья... Просто потом тогда с Виталити играть придется и... Что делать дальше. Ну что, начинается все не очень хорошо для Комплексити. Конфига вообще без шансов прошли. Центр за девайсом. Мэджорс, контритек, но любая попытка сыграть из-под тяжка контролируется команда Астралис. Еще одна ошибка Атоба на этот раз при попытке уйти с наглой позицией под базой Б. Ну и тут уже никуда не деться, как бы, обороне. Я не знаю, за счет чего они раунд возьмут. Ну, Позан еще может там на бейс туда пойдут, налупить с авиком. Короче, да, слишком много глупых действий надо совершить Астралис, чтобы в этом раунде какой-то перевес отдать сопернику. Ну, давайте смотреть. Конечно, денег... Небольшой запас есть у Комплексити, но лучше даже вот... Хорошая позиция у Блейма, кстати, но проверят, скорее всего. Ну что же, есть минус от Блейма, да. Хорошо, Раш помогает. А вот это уже очень хорошо. Теперь нужно сместиться на помощь к Позину на всякий случай. Вот 3 в 3 могли не допускать Астралис, но в итоге они это допустили и как ты заказывал. Это фантастика, это просто фантастика. Тебе надо в Болгарию съездить, а не в Ригу, вот что я подумал. В Болгарию? Да, ты фанат уже просто всех болгарских игроков. Ну, за Позаном мы-то все давно следим. Не, ну Позан красава, да, несомненно. Все уже ждали вот как раз, когда он появится в другом коллективе. И, возможно, он тогда уже сможет весь свой потенциал нам всем показать. И вот сейчас парень на лане говорит о том, что да, вообще не стоило даже сомневаться. Возможно, его карьера будет похожа на карьеру Церка. Вот как вариант минус Дюпри, но здесь информация была. Блэйм со спины, Позан. Ну, Позан уже все сделал, еще и заметил Дипникса. Сделал фраг, Мэджиск последний. Выход флэнт, нет, Позан просто не прощает. И вы слышите эти крики, вы слышите, как команда комплексити завелась. Что они там в Болгарии делают со снайперами? Я не знаю. Что один, что второй. Очень стабильный. Вот вообще вспомни, да. Очень стабильный. Знаешь, у них такой схожий стиль. Он схож в том, что они попадают 9 из 10. Молодость. Молодость. Сестра таланта, да, как-то так? Ну, что-то есть вообще. Очень хорошо, очень качественно. Вообще, когда на него смотришь, ты даже не сомневаешься. И он там не двигается, там не суперниндзя, не прыгает, там в ноу-сколпы попадает. Он просто занимает хорошие позиции и не промахивается. В чате там ответ простой, как бы, да. В Болгарии просто едят перец и все, в принципе, нормально. Как бы, да. Паприку. Как-то так, да, господа. Это неожиданно, негаданно, неожиданно, непредсказуемо, непонятно. И еще можно кучу всего здесь добавить. Вот, что мы видим. Но это драма для датчан. Начало года. Хочу сначала. Букмекеры потирают ладошки. Да, да, да. Реально. Еще шесть раундов для комплексити. Интересно, там вот у нас чуть попозже еще раз коэффициенты появятся. И если он появится, будет интересно посмотреть, что же там такое. У нас 10-10. Парсецкий от датчан. И они настолько сильно... Ну, это рейдж какой-то в направлении база и бойзов. Ой-ой-ой. Просто сфотографировал. Они тут просто как рыба в воде. Ну, тут нужен был минус, конечно, еще от Блейма. Он все-таки решил по морику не бежать, еще хотел разменяться. Но в итоге ситуация опасная. 3-4, его СГ-шку подбирают. И мало ли что, это же Мэджиск. Хотя Раш прострелил. Раш прострельщиком спокойно проверил, не тусуется ли кто-то там на ящике. И тут еще сейчас нажмет. Хотя он умрет. Дюпри не стреляет. Ой-ой-ой-ой. Ну, вот это уже опасно. 2-3. И после этого фрага... Нет, все, Мэджиска забрали. Про Дюпри известно. Да, не битые были двое. Тут просто, да, тут просто даже выхода уже не будет. Дюпри попробует, конечно, сейчас что-то исполнить. Но мы понимаем, что исполнить на 100% крайне трудно. Но там все-таки снайпер, попытка его найти, приводит, естественно, к фрагу в пользу конфига. И еще один раунд команды комплексити вырывает, что показывает нам... О! Тут уже молитва. Так. Максимум фокуса. Максимум фокуса. Должны сейчас вообще все комплексити включаться. Раненый зверь еще вдвойне опаснее. И нужно всегда ждать чего-то опасного, хитрого от ребят из команды Астралис. И нужно понимать, что если вы окажетесь на Инферно, парни, там вас уже не пощадят, скорее всего. Хотя с таким снайпером можно и на Инферно выходить. И с такой командой. Ну, зависит уже, мне кажется, от того, как они его готовили. Да, как они играют, понимают эту карту. То, что DAS 2, это простая карта, да, она из пула простых карт, и они ее сыграли круто. То, что на вертигах мы видим 11-10, и комплексити реально переворачивают пик соперника. Это значит, что план датчан был. Изич, берем DAS, разваливаем на вертигах. А на деле все получилось совсем по-другому. Ну да, думали, что выиграют этот DAS, но все-таки надо было, наверное, более спокойно по маппику сейчас отыграть. Подскользнулся, что ли? Ну, в итоге имеем то, что имеем. Оба конфиг дорабатывают здесь просто шикарно. Остается X-X-Device, два дегла, плюс флешка у ребят. Ну, есть арморы, но это такое, мелочи. Все, X-X-X последний. Выходит на базу А. Ну, а тут просто сейчас робота им. Сложно, конечно, было. Ну, самое главное, не ожидал его, да, там информация, что трое Б, как бы ты тут уже не ожидаешь его увидеть. Но он здесь есть. Это же X-X, клатч-министр прошлого года дебютирует в этом вместе с командой не самым лучшим образом. Да, и клатч-министр там как-то сломался последнее полугодие. Да, но, ребят, опять-таки, да, будем делать вывод уже по окончании группового этапа. Я уверен, что сыграя они в другой день, такого так бы просто не было ребятам из комплексии. Ну, и сейчас непросто, но здесь больше у датчан сложная система, мне кажется, что они впервые играют. И это может навевать определенные мысли. Если честно, было бы интересно, если бы комплексии сейчас обыграли Астралис. Во-первых, завтра Астралис-Нави был бы матч. Ну, а дальше там, не знаю, может быть, реванш между этими командами. Может быть, Нави обыграли бы Астралис. Ну, а дальше Нави едут на буткемп. Ну, кстати, если датчане бы вот так играли с Нави, то там просто фактор самомотивации, то, что ты убиваешь Астралис, уже бы решал много для ребят. Ну, посмотрим. Ладно, у Нави уже будем смотреть завтра по игре, что будет происходить. Я бы не сказал, что они сегодня плохо сыграли. Мне вообще кажется, что они просто вымытаны после Айс-челленджа. Как-то да, да. Вот эта вот смена по расписанию небольшая, плюс все-таки, ну, ребят, там был один день отдыха, по факту. Не знаю, вот видно, что какая-то нервная все равно обстановка в коллективе. Если ты проигрываешь один турнир и играешь через день следующий турнир, понятно, что там ни о каких... На следующий день. Да, да, да. И ни о каких там разборах речи идти вообще не может. Ну, вечер так посидеть, обсудить темпки. Но делали команда. Это лучше узнавать у Блейда. И команды Нави. А у нас пока, да, попытка Астрали с медленным темпом подойти к точке А. Точнее, тут уже даже пошла перетяжка, возможно, под Б. Но нет, к Zipix на помощь идет девайс, и не только он. Ну, а здесь мы помним, кто находится на позиции. Здесь пушка просто страшная. Аж экран повис просто после этого минуса. Вот нам даже показывают, что такое разрешение, сколько FPS. Сейчас посмотрим, поймает ли там Дюпри все-таки, подставится ли оба. Все-таки вообще опорник на Б это очень непростая вещь, особенно на плечах молодого игрока. Но в первой половине причем его напрягали жестко, когда он был за атаку. Посмотрим, как он защитит, а таксистит или нет. Все, он видел гибкость от этого игрока. А вот это... Да, это проблемка, но без проблем, говорит, оба спокойно справляется. Компенсировал, компенсировал. Ныряет в смог, получает флешку, врывается под эту флешку. И все, он видел всех оставшихся игроков по факту. Дал всю инфу, дал два минуса. Все, отличный размен, просто красавчик. Исполнил свою роль на максимум. И здесь надо как бы брать в замок сейчас команду Астралис. Нельзя им сейчас давать играть этот клатч. Не рискует. Они пытаются до контакта все сделать, но в итоге конфиг реализовывает свою позицию, о которой не было известно. И дальше все заканчивается в пользу комплексии 13-10. Астралис не могут подойти вообще к позициям ребят из команды комплексии. Они их просто везде перестреливают, потому что здесь серьезные ребята. Есть еще такая теория, что Астралис любит заливать бласты. Но это уже, господа, теория старая, и мы ее проверили. Но это уже имиджевый чеканат. Уже все, в этом году это хорошие призовые, отличный инфоповод для организации. И самое главное, что ведь Астралис это уже как бы не часть этого холдинга, который занимался организацией серии турниров. Да, в итоге, в итоге что мы имеем? ОВП перестреливает. Опять же, стрелки выглядят наравне. Я бы даже сказал, что помощнее. Местами, я думал, возможно, раш будет выпадать. Но этот человек вообще не дает повода даже усомниться в его действиях. Тоже стабильно все отыгрывает. Кроме двух пистолетных раундов, где у него такие минимальные сбои были. Но ничего страшного. Ладно, пистолеты это пистолеты. Это всегда 50 на 50. А вот на оружии все ребята из комплекции действуют просто шикарно. Никто не выпадает. И опять же, это все на таких эмоциях позитивных. Джейсон, опять же, владелец команды, пришел после первой карты, обнял. Там, наверное, ближайшая аптека к месту проведения. Там точно уже была раскуплена. Может быть, Кахановского надо вернуть. Вот в чем проблема. Кстати, да, пора бы там. Пусть постоит за спиной вообще. Зеро, вернись. Зеро скажет, там есть уже человек. Но мы-то знаем, кого не хватает. Да, мы-то знаем, что он это любит, ему это интересно. Ну, кстати, да, вон Джейсон нормально себя чувствует. Все хорошо. Пора бы уже. Любимая игра. Почему бы и не поучаствовать в процессе. Ладно, друзья, пока мы обсуждаем и размышляем о Na'Vi. Команда Astralis размышляет о в очередном форс-раунде с деглами и ЦЗшкой и одним юмфиком. Хотят Б ломать после раскидки, подготовки ближних позиций. Вот они, флешечки. Но тут игроки обороны, в принципе, неплохо. Ой, сейчас залетит здесь Рашу. Но я не знаю, как он вызывает. Да, вперед еще душит соперников. Что ты делаешь? Нельзя умирать, но А'Vi попадает по голове оба. Конфиг промахнулся. Но тут все просто исполнили у команды комплексити. Ну и да, тут только что вот здесь закрываться за уголком. Да как у него не залетает? Непонятно. Переигрывает. И еще на самом-то деле Блэйм-то с пользой. Переигрывает. Выглядит это все очень сильно перепуганно. Но оборону проходить все еще предстоит. Это незаконченная миссия. Подставился Глэйв. Ой, тут классный важный минус дал Мэджис. А где же Блэйм-то был? Он чуть-чуть отошел назад. Ну и Блэйм убежал. Мэджис его, по идее, сейчас должен был слышать. Идти к нему в спину. Блэйм успевает, по идее, прийти сейчас под базу. А, но бомба, 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 бомба. Это все. Да, бомба побежала на Б. Кто-то подставился. Раш, да, все-таки подставился. Там все. Там и оба, и Раш. Первый. Пошел перестреливаться. Да просто отойдите. Не, он не пошел. Он уже понял, что они заходят. Он попросил флешку. Он отвернулся. Ему накинули флешку. Он пикнул. Но парень снизу был не в блайнде. Знаешь, ну против форса это даже, может быть, и не надо делать такое. Отошли назад. Там все, у них закончатся эти гранаты. То, что Раш погиб, это ладно, это вообще фигня. Это ничего не решало. А вот то, что дальше один за одним. Второй полетел. Оба зажал, никого не убил. И конфиг два раза промахнулся. Оба зажал вообще на размене. Тоже, кстати, флешку попросил. Хотел, видимо, разменять, сыграть красиво. Но получил полбу от девайса. Вот на таких вот горячих эмоциях и ловят. Молодые команды. Да, и хорошо, что у них еще деньги остаются. Причем запас сумасшедший. Упользована 13950, например. Но то, что деньги есть, это определенно да. Спасает сейчас немного комплексти. Но раунд они отдали только из-за ошибок. Их количество на точке было действительно. И позиции, и количество было удобнее. Надо выдохнуть. Да, и вообще раунд, казалось, выигрывается. Да, и просто на ровном месте. Это было экономически. Сейчас нам отдавись. Вот он пикает под флешку. Его забирает игрок снизу. Потому что игроки, которые были в блайнде, отошли. Дальше оба вроде попадают, но ему влетает в голову. Но тут Мэджис, конечно, убрал. Да, Мэджис, кстати, единственный, кто остался после перетяжки двух игроков атаки в направлении база. Ну и здесь решили нажать сразу парня из команды Астралис. Поизон, Блейм на приеме. Пошла флешка от защиты. Ой, там шикарные гранаты. Похоронили к Зипникса. Ну и начинает классно с эндрикила комплексити. Еще один Молотов. Дальше подготовка для дальнейшего продвижения в точку от коллектива комплексити. Ой, откликтива Астралис. Американцы на точке. И смотрим, Поизон получил флешку. Была информация по оппозиции. Да что ж ты творишь, Блейм! Живает по Глейве. Ну слышали то, что по левой стороне где-то, видимо, он двигался. Поизон! Еще один фраг. Это уже 5 в 2. И по чистой... Я не знаю, по чистой случайности, что ли, можно так сказать, был тогда уж отдан предыдущий раунд. Да-да, все, Дюпри остается с 8 хп, 1 в 4, да, бомбу поставил. Но такое... Одного человека по итогу на пленте убили игроки... Убили игроки атаки. И это был далеко не тот игрок, который там тут основную роль сыграл. Обратите внимание, у Астралис те же самые проблемы. Подойти к пленту они могут, но ценой там одного-двух игроков минимум. Потому что Поизон, он вторую карту, просто железный снайпер. Когда стоит у вас такой снайпер, вы обычно побеждаете. На Кураже комплексе, на Кураже. Ну и плюс, конечно же, заряд позитивных эмоций после первой победной карты, сделав свое дело. Да, и все идет к тому, что все-таки две карты будет. Общаются, ребят, общаются датчане, еще пока ничего не закончено. Но ситуация уже явно неприятная. Так, вот давай за этим фрагом посмотрим. А, он сразу его заметил, да. Вот просто с глаз... Девайса был он тоже заметил. Да, с глаз девайса он тоже заметил, но вот это было крайне близко к тому, что ты прямо... Я даже уверен, что он не досмотрел. Ой-ой-ой, Зоник нервничает. Вообще, посмотрите, что происходит. Если Дэнни уже начинает немножечко кипятиться, то все действительно плохо. Паника в рядах команды Астралис. Ну, кстати, много уже было за тот год таких эпизодов, где Зоник просто перегорал. Потому что были реально ведь и обидно проигранные матчи. Смотрите, это 2к с одной пушкой. Это девайс закупился на все. Но получилось, получилось там оставить у четырех игроков где-то по две тысячи на следующий раунд. Если сейчас мы забираем в комплексе, уже будут матч-поинты для американцев. Я вообще, я как будто в сказку какую-то попал, что происходит сейчас. Что это за чудесный матч такой? Так, тут сейчас какая-то будет чудесная раскидка от Астралис. Давайте посмотрим. Да, камбэк еще реален. И передумали после. Мена, да, медленно возвратить. Давайте сыграем. Видимо, медленно просто на Атом. За 20 секунд до конца побегут мейн. Ну, как-то так, да. Смотри, а что там конфижик делает? Вот это очень интересно. Просто по факту сейчас конфиг может... Не-не-не, он медли. Медли. Да, там блэйм. Вот вопрос, что он сделает. Флажечка на рампах, медленно проверка. Короче, на поизон. Ребята, у вас поизон один на точке. Как бы минута. Не знаю, когда они пойдут. В 45 пойдете на перетяжку? Поизон уже уходит. Говорит, парни, вы уж извините, но что-то мне тут не нравится. Что вы делаете? Зачем вы меня оставили одного? АЕшка в лицо к зипиксу. Хорошо, более 50 хп выбил, но... Бомба будет легко установлена. И может быть вообще засейвить? Как-то ретейк вне позиции. Как-то все выглядит. Ну, а да, надо, надо идти. Это не 15-11 счет. Ну, они будут идти, да. Они сейчас раскинут и пойдут. Два красных. Дюприк, зипикс. Ну, зипикс 42. А вот 9. Мэрис красный. Ну, одна граната туда, на спуск нужна. Еще один, по-моему, коктейль залетел в флэн. Да. Тут очень все, конечно, жестко. Ну что, Раш. Какие-то инфу дает. Мэрис в блайнде в дымах. Врывается на рампу первый. Не видит еще одного. Ну, на три в четыре размен. Пикнули бомбу. Бомбу нужно уже дефузить. Но никто не успеет. Все, это раунд за команды Астралис. Двенадцатый. Конфиг пытается засейвить АВП. Засейвил. Засейвил. Красавчик там остался в живых. Девайс. Ну, не добрали на этот ретейк, ребята, из комплексти. Теперь уже на финансовый вопрос. Тактическая ошибка здесь вообще жесткая. Потому что, ну, раз вы оставили одного Позина, ну, пусть он стоит агрессивно. А так он вообще... Не, зачем ему стоять агрессивно? Они вообще не догадывались, что там вот так вот на шифтах игроки уйдут. Это вот какой-то... Не, не, я говорю вообще за самое начало раунда. Если вы играете 4Б, то как... А еще и снайпер тут ничего не видит. Ну, да, к вам зайдут на... Удачан тут просто какая-то чуйка сработала. Мы видели, что они перестраивались на раскидку. Но прямо вот секунда в секунду такие... Так, кто-то подсказал. Стоп, что-то мы там на Б, походу, уже... Зритель показывал. Не, 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 отмена там. Много раундов отдали, да. И в итоге сыграли... Хотя там перегород. Чуть более аккуратно. Но тоже непонятно. Смок с руки готовит сейчас. Пишите ваше мнение. Почему такая отмена была вообще выхода? Которые планировали Астралис? Ну, это чуйка. Вот реально чуйка просто сыграла сейчас у Глэйва. Заколил, сыграли, взяли раунд. Но... Там реально сидела засада и ожидала уже. Но по выбиванию все было очень... Очень сомнительно вот в исполнении комплексти. И, возможно, сейчас переломный счет мы наблюдаем с вами. Если еще один раунд к ряду забирает команда Астралис, то это уже финансовые проблемы для оппонента. Да, тут и на допах можно уже оказаться. Тут можно и оказаться на третьей карте со счетом 16-14. Но если этот раунд берут в комплексти, это три матч-поинта. И ситуация будет тоже не самая приятная, потому что там не у всех идут девайсы. Ну, выменили молотов. Один дали дым. Под этот дым пытается и сейчас игрок обороны играть. Но переборщил чуть-чуть здесь с этой агрессией. Дальше попытка сыграть в пленте. Раш. Тут все поймали флешку. Раш сейчас должен проверять этот угол. Его проверил Дюпри или не проверил? Проверяет. Видит свол, не видит? Непонятно. Ну и тут, конечно, три. Ну да, надо заходить. Нашелся. Нашелся. Я не могу на Рашу просто. Я не знаю. Он занимает позицию. И боится. И боится, да. Ну что же, конфиг и Позин. Два АВП попытаются это перевернуть. Но, друзья, это суперсложно. Но два минуса. Сложно, Гриш. Там остается Дюпри. Дюпри видит Электрик. Прострел. Попал. Балл КП у Дюпри 16% здоровья. Никто не берет пистолет. Один игрок с снайперской винтовкой красной. Дюпри уходит на 90. И, по-моему, игроки защиты знают, где он находится. Да, они его пытаются запушить. Он мансует это. Это выбивание с двумя АВП имени конфига. Ого. И Позина тоже. Ну что, красавчики. Просто красавчики. Ультанули за своих тиммейтов. Сами справились. Дюпри уже просто улыбается. Это улыбка иронии. Это такое ха-ха на самом деле. Три матч-поинта. У команды комплексити. Эй, чат. Ну что, как дела? Как там дела? Орков чат или кто там есть? Там уже, наверное, в чате просто... Чат на самом деле хоронит Нави, потому что завтра, возможно... Не, ну и вторая неделя, господа. Ну и вторая неделя. А представляете, Астралис вылетает вообще завтра из группы. Вот это поворот. А потом Нави камбэчит по нижней сетке, берут первое место и выходят сразу же на Лана. Вот это... Не, ну такой поворот. Такого даже не придумаешь. Это либо произойдет, либо так и останется где-нибудь в мыслях капитана команды Нави или кого-то еще. Так, ну опять же тут... Нет минуса. Уже опасно играют против Пойзона, да. Нету минуса, но есть хороший... Урон. Серьезный урон, да, по Акзипниксу. Это была нога Акзипникса. Вновь тут Соло стоит. Но на этот раз уже хоть отправляют Блейма обратно на точку А. Потому что Молик уже догорел. И как бы в любой момент могут к вам прийти. На всякий случай флешку тут накинули на рукав. Подсадка в плент. И отступают с позиции А плента. Но есть, да, преимущество по урону. Но это единственное преимущество в этом раунде у Комплексити. Ну и за счет бомбы, да, у Астрали все-таки получилось докупиться. Очень даже неплохо. В этом последнем раунде все у них есть. Все, что нужно для того, чтобы выиграть. И они вновь идут к оба. Ну там конфиг, там оба. Там раш. А если он сейчас сыграет уверенно, то все будет хорошо. 15-20, кстати, вот он и Блэйм пока в минусе на этой карте у команды Комплексити. А все остальные в плюсе. Но и 15 не так уж и плохо, да, когда у Морсклетнего. Да, это вообще не важно, да. Главное, какой счет сверху. Пробили оба, да. И с окна ничего не может сделать раш. По идее, все, снайпера слышали. Но есть шанс, и Дюбри решил выйти второй, минус бомба. Боже, конфиг, просто дичь. Вот теперь есть возможность у раша. И еще и в труп не забыл попасть, да. Смотрите, главное не поскользнуться. А вот и второй авик подошел. Минус конфиг. 3-2 в большинстве. Для раша на самом деле сейчас настал момент истины. Он не увидел, по-моему, там было видно на его экране. Там видно, да, но он не увидел. Тут продлили моликом, в итоге Боизон чутка переигрывает. Блэйм плюс раша. Очень опасная ситуация для игроков атаки и обороны. И оборона должна здесь как-то двигаться вместе. Но они знают, что 1 на 90. Углы обзора просто не самые лучшие. 1 на 1 к зипникс. Обход соперника. Еще разочек. Как он крутит. Блэйм успел? По идее, да. Никто не понимает. Да, есть дефьюзки. Ты он успел. Да, есть же! Он успел. Это, друзья, 16-12. Это два подряд. Ну вот, человек выиграл. Это Джейсон. Человек выиграл лучшую команду мира. И Джейсон, вот он. Какие красавчики. Он понимает. Вот это я собрал ребят. Обыграл Астралис. Ах, как все неплохо. Но КС, он непростая дисциплина. И вот быть стабильным на дисциплине всего года. Вот это признак настоящего мастерства. Посмотрим, что будет дальше. Они обыграли команду, которая просто стартует в этом году. Ну, пускай они самым лучшим образом. Но они тоже стартуют. Опять-таки, да. Да? Да. Ну, опять же, я думаю, что вопросы касательно состава комплексти все были сняты. То, что там состав подбирали по бумаге. И как-то статистически смотрели аналитически на сбор КС команды полноценной. Я думаю, общались много с ребятами. Это даже, да, много общались, скорее всего, тоже с игроками. Ну, и цифры были вот за эту пятерку. Эта пятерка, собственно говоря, сегодня выступила в своем первом игровом дне на Блайсте. Результат более чем достойный. Завтра на Авиастралис. Но, знаешь, если честно, вот я все равно сомневаюсь, что два раза подряд комплексти смогут обыграть Астралис. Я уверен, что или на этом чемпионате, или уже на следующем турнире. Ситуация, ну, может повториться вплоть до наоборот. И Астралис еще припомнит этот матч. И загонит их где-нибудь, там, не знаю, в диапазон 6-7 раундов. Ну, что им не выигрывать? Ну, для комплексти получилось, согласитесь, как первый матч, новый состав, все отлично, на лане. И ты обыгрываешь первую команду мирового рейтинга. Как бы, ну, что может быть лучше? Как бы работай, улучшайся. И, в общем-то, все будет очень круто. И вообще Джейсон в команду не мог взять слабохарактерных ребят. Он взял тех ребят, которые готовы побеждать. Ну, а наша студия аналитики, друзья, готова рассказать вам про эту карту. В студии будет Петрик. Это его любимая карта. Я надеюсь, он парочку интересных фишек вам подкинет. Друзья, с вами сегодня были в комментаторской ТАФ и СЛЭМ. Спасибо большое за внимание. И мы увидимся с вами завтра. У нас слово аналитики после небольшой рекламной паузы. Продолжение следует...